МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищ, вглядись внимательно. Может быть, ты в первый раз в жизни видишь партийный билет. Разгляди дорогие черты, образ вождя. Вдумайся в каждое его слово. Взвешенное, выстраданное, завоеванное им и его партией, в трудной, порой невыносимо трудной, борьбе. Запомни эти слова на всю жизнь. Они пригодятся тебе и в дни счастливого подъема твоих сил, и в дни тяжелых испытаний. Они наполнят великим смыслом твою жизнь, определят цель ее, вдохновят на дела, которыми ты сможешь гордиться до конца дней своих. Великие, всеобъемлющие слова. Слова большого долга и огромной ответственности. Первый союз рабочих, созданный Марксом и Энгельсом, был назван ими Союзом Справедливых. Из этого союза спустя полвека вышли коммунистические партии многих стран. Партия справедливости, партия нового типа в России, была создана Лениным. Справедливость – высший закон всей деятельности нашей партии. Во имя социальной справедливости, подлинного равенства трудящихся и их счастья, шли коммунисты на труд, на подвиг и на смерть. КОНЕЦ Закон единства и борьбы противоположностей – первый великий закон диалектики. Источником всякого развития в природе, в обществе есть борьба противоположностей, противоречий. Эта борьба – внутренний источник развития, импульс движения, цепная реакция изменений в различных областях жизни. При социализме происходит точно такая же борьба, только социализм снимает непримиримость, классовый антагонизм в этой борьбе. Общественные формы собственности, социалистический строй и образ жизни создают простор для борьбы нового со старым, рождающегося с отмирающим, прошлого с будущим и настоящего с прошлым за будущее. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня этот высший закон справедливости ради будущего сметает с нашего пути лодырей, рвачей, взяточников, тунеядцев, всех, кому не понутру справедливость, чистый, светлый, подлинно коммунистический принцип. Справедливость от слова «правда» и, может быть, совестливость. Встречаясь с молодежью, знатный строитель, герой социалистического труда Владимир Пахомович Сериков рассказал. Когда совершилась революция, то у нас в Петрограде в это время находилась часть иностранных дипломатов, которые были свидетелем первых послеволюционных дней Петрограда бурных. И вот прошли годы, десятилетия, и в 67-м году один из иностранцев, я фамилию уже забыл, опубликовал свои воспоминания о втором дне после 25 октября по старому стилю. Что он наблюдал? По Петрограду идет трамвай, весь буквально облепленный рабочими. И вот на этой колбасе сзади висят люди, и на окнах висят люди. И все едут на работу и ругают советскую власть. Ну как ругают? Ругают кавычки, конечно, ругают советскую власть. А к ним, он пишет, пристроились два буржуя, и те уже без кавычек ругают советскую власть. Что сделали рабочие? Они остановили трамвай, садили этих буржуев, дали им по шее, а сами поехали, говорят, дальше в социализм, строить новое общество. Впервые социализм победил в Советском Союзе после Октябрьской революции. Основа социализма построена в нашей стране в середине 30-х годов. Была установлена диктатура пролетариата, уничтожены эксплуатация и эксплуататорские классы, проведена социалистическая индустриализация и коллективизация, культурная революция. Идея социальной справедливости при социализме обретает реальные черты и становится его коренным принципом. От каждого по способностям, каждому по труду. На уровне социалистического общества оно, получая от каждого по способностям, еще не в состоянии дать каждому по потребностям. При социализме каждый получает за один и тот же труд одинаково. Но ведь все живут по-разному. У одного семья есть двух-трех человек, у другого на иждивении и дети, и престарелые родители. Социализм — это первая или низшая фаза коммунизма. Но чем дальше развивается социализм, тем больше общество может преодолеть это фактическое неравенство в материальном положении семей. Все больше и больше общество выделяет средств семьям, помимо зарплаты взрослым, оплачивая образование, лечение, приобретение профессий, независимо от оплаты их труда. Совершая новый виток по спирали общественно-социального развития, наше общество уже на своей собственной базе перерастает в общество развитого социализма. На этом этапе появляются новые черты. Возрастание роли КПСС и превращение ее в партию, авангард всего народа. Превращение диктатуры пролетариата в общенародное государство с ведущей ролью рабочего класса. Формирование новой исторической общности в советский народ. Укрепление высшей формы социалистической собственности общенародной. Ускорение развития общественного производства на основе соединения достижений современной научно-технической революции с преимуществами реального социализма. Развитие социалистической демократии и утверждение социалистического образа жизни. Более полное удовлетворение материальных и духовных запросов людей в целях всестороннего развития личности. Почему наше общество называется развитым социализмом? Потому что развитие социализма означает направленное, закономерное изменение количества и качества достигнутого, в результате чего возникает новое качественное состояние социализма, новые черты. Эти новые черты еще не коммунизм в его второй стадии, но уже и не социализм первых десятилетий своего существования. Черты коммунизма это будущее общества развитого социализма. Переход количественных изменений в качественные второй великий закон диалектики. Именно действию этого закона обязана история революциям, потрясениям, когда сама история говорит человечеству, отныне ты живешь в качественно новом мире. При социализме действие второго закона диалектики протекает так же негладко, то замедляя, то убыстряя свой ход. Но весь характер общественных изменений иной. Это не революция, а эволюция. А точнее, революционные преобразования, растянутые во времени. Осуществление достижений развитого социализма приносит реальные результаты не только сегодня, но и работает на завтра. Распределение по потребностям, безвозмездный труд, свобода в выборе занятий, поголовное участие граждан в управлении делами общества. Вот принципы нашего будущего. Если бы мы сегодня взялись за немедленную их реализацию, то это означало бы отрыв от реальности, от наших возможностей, от исторической действительности. Возрастание роли партии в наше время во многом связано с научным подходом к политике, который предполагает не только внимательное, бережное отношение к достигнутому, не только обоснованную постановку новых задач, но и исправление, пересмотр тех выводов и оценок, которые не выдержали испытания временем проверки жизнью. В политике главное точное, реальное, трезвое и взвешенная оценка сил и возможностей общества. И лишь тогда, писал Владимир Ильич Ленин, когда мы сумеем правильно и совершенно трезво, независимо от наших симпатий и желаний учесть эти силы, лишь тогда мы сможем сделать и правильные выводы относительно нашей политики вообще и наших ближайших задач. Особенно важен этот Ленинский завет сегодня, когда партии и весь народ готовятся к 27 съезду КПСС. На этом съезде будет выработана новая редакция программы КПСС. Определены перспективы развития страны на исторически обозримое будущее. В деятельности партии, комсомола, органов советской власти все прочнее утверждается реалистический, трезвый, творческий подход, непримиримость к недостаткам, повсеместный настрой на дела. Об этом шла речь на апрельском 1985 года пленуме ЦК КПСС. Рассказывает участник пленума ЦК, член Центрального комитета КПСС, токарь Владимир Порфирьевич Тихомиров. Я принимал участие в апрельском пленуме Центрального комитета нашей КПСС. Должен сказать, что поделиться той обстановкой сердечности, доброжелательностью, которая царила в зале пленума. Трудно было различить даже, где рабочий класс, где партийный деятель, работник, где министр. Как-то единое такое было желание поделиться своими радостями, какими-то неудачами, найти какие-то общие решения. И вот эта доброжелательность, она как-то очень отложилась в сердце, в душе. Михаил Сергеевич в своем выступлении сказал такие добрые слова, говорил, во-первых, в адрес рабочего класса. То есть рабочий класс, который вот все то, что нас окружает, руками рабочего класса это создано. То есть это движущие силы нашей страны. И вот ставился вопрос так, что сейчас надо заниматься над такими проблемами и вопросами. Во-первых, перевооружение промышленности, сельского хозяйства на научной основе. Второй вопрос – это дисциплина. Ну, мы привыкли так, дисциплина труда, дисциплина нашего поведения. Было сказано, что в нашей жизни должно быть молодчей. И еще вопрос такой стоял, что всем предприятиям, всем организациям нашей страны план государства должен быть законом и обязательно должен быть выполнен без всяких корректировок. Я думаю, что, наверное, нам, коммунистам, надо сейчас посмотреть и возглавить соревнование по достойной встрече 27-го съезда нашей партии, быть в авангарде этого соревнования, чтобы своим самотверженным трудом достойно встретить наш очередной 27-й съезд нашей родной коммунистической партии Советского Союза. Главный смысл исторически длительного этапа развитого социализма, в начале которого находится наша страна, состоит в том, чтобы привести разные стороны жизни в соответствии с самыми высокими, самыми требовательными и, конечно, научно обоснованными представлениями о социализме. Другими словами, на этапе развитого социализма нужно преодолеть противоречия, которые неизбежны и естественны в процессе создания нового общества. У нас эти противоречия не имеют антагонистического, непримиримого характера. Одна часть этих сложных, противоречивых явлений досталась нам в наследство от капитализма, другая часть разжигается нашими сегодняшними идейными врагами, третья часть противоречий возникает в ходе самого строительства социализма. Это борьба нового с тем, что устарела, с тем, что вчера еще было приемлемо, а сегодня становится тормозом. Закон отрицания отрицания. Третьим он стал потому, что вбирает в себя многие закономерности первых двух и идет дальше. В единстве и борьбе противоположностей, в накоплении и развитии нового качества, природа и общество, как бы поднимаясь вверх по спирали, на каждом новом витке этой спирали, отрицают все старое, отжившее, но берут с собой на этот новый виток наиболее жизнеспособные элементы старого. Поэтому каждая новая ступень в развитии общества – это не просто новая стадия, но и стадия, несущая на себе наследие прошлого. Так и социализм. Наследуя некоторые черты крупного капиталистического производства, он на новой своей стадии, стадии развитого социализма, несет на себе не только черты досоциалистической формации, но и собственные недостатки раннего социализма. Скорость и быстрота действия законов диалектики в обществе развитого социализма во многом зависит от сознательности масс, их организованности и поиска наиболее плодотворных путей реализации объективных законов общественного роста. Новые методы развития экономики в сельском хозяйстве, эксперименты в промышленности, перестройка школы, переориентация общественного сознания – все это происходит в борьбе нового со старым. Общество развитого социализма на качественно новом уровне может решить эти задачи. Соединение достижений науки с преимуществами социализма – могучий и многообещающий фактор нашей экономики способен творить чудеса. На каждом историческом этапе развития техники, успехов, достижений фундаментальных наук появляются и новые и необходимости, и потребности в той или иной степени автоматизации. И вот мы с вами сегодня являемся свидетелями очень высокого уровня развития электроники, современных средств вычислительной техники и успехов механики, успехов машиноведения. Вот слияние, соединение этих достижений позволяет в принципе, теоретически, конечно, создать так называемые безлюдные заводы, безлюдные производства или так называемые технологии, гибко перестраиваемые. То есть такие технологические процессы, которые могут изготавливать различные предметы, различные системы, различные устройства, различные машины, определенные номенклатуры без изменения или перестройки основного действующего оборудования. Фабрика корпусом сорокаярусным Чисто-чисто, ни копоти, ни сажи Лифт развез по одному на этаж Ни гуда, ни люда Одна клавиатура Вроде ундервуда Бей буквами, надо которыми А все остальное Доделается моторами Технология может быть безлюдной Общественное производство Никогда Человеческий облик труда Человеческий фактор в экономике при социализме Приобретает особое значение Ибо высшей целью производства есть человек и его благо И это не отвлеченное понятие, не абстрактный тезис Это наша жизнь, наши люди Я простая колхозница, а есть вот такие все основания Быть довольны своей судьбой Ведь жизнь, по сути дела, она родила меня всем И дала прекрасную семью, любимую работу И доверие людей И скажем, и ведь не я, даже и мои родители не думали Что наша партия, правительство, так высоко оценит мой скромный труд Мне кажется, это вот, я считаю, что я Награды, это награды не только мои награды Это награды всех товарищей, с которыми я работала С которыми я много лет шла, вот рядом Это и их труд Социализм добыт великим, самоотверженным трудом рабочих и крестьян И в наследство от наших дедов и отцов Остается нам не только новый общественный строй Но и пример величия подвига героев первых пятилеток Нашему телескорпабрике сказали Даешь нам сто сорок четыре станка Великтор говорит так Ну а как, девчата, ушли свои силы? Как работать? Мы сказали, ушли Нам ли стоять на месте В твоих верданиях всегда мы правы Труд наш, есть дело честное Есть подвиг доблести и подвиг славы К танку ли ты звонишься? К танку ли ты врубаешься? Мечта прекрасная уже зовет тебя вперед На мне, ты град, ни в море, ни на куше На мне страшны ни льды, ни облака Знамя души своей Знамя страны своей Мы пронесем через миры и века Наш край – родина Стахановского движения текстильной промышленности Названо оно в честь наших прославленных ткачих Марии и Евдокии Виноградовых Виноградовским Я прихожу к своим станочкам Я, знаете, вот так провожу по основе И мне думается, что они чувствуют прикосновение моих рук И мне кажется даже, что они отвечают Вот на мою такую встречу, что ли Я с ними разговариваю, так мысленно с каждым из них А потом вот приходят подруги И как в мгновение, что ли, дирижерской палочки Станки эти зашумят, загудят И польются потоки этих тканей Очень часто меня девочки задают вопрос Вот когда я им рассказываю о своих первых трудностях На первом этапе Они спрашивают, ну а сейчас, какие же трудности у вас сейчас? Ну поскольку в профите овладели в совершенстве То не должно быть и трудностей Я всегда отвечаю, что сейчас несоизмеримо большие трудности у меня А трудность в том, что я сейчас, вот как передовик производства Должна отвечать за все недостатки, которые рядом со мной Я должна повести и увлечь за собой коллектив Если говорить конкретно о работе Вот за счет чего же все-таки удается выполнять 25 годовых заданий За одну пятилетку мне, моим сменщицам Магите Михайловне Суховой Лене Кузьмичу Максячкину И тех, кого вы хорошо знаете, с кем постоянно встречаетесь Но в основе нашего опыта лежат такие две принципиальные особенности Первая, это инженерно-техническая обеспеченность И вторая, это мастерство Ваши молодые руки мы будем передавать Наши достижения, наши станки, наши заводы, наши фабрики Нашу державу И мы верим, что ваши руки будут надежными, сильными Вы продолжите и преумножите те славные традиции Которыми гордится наш рабочий класс Развитой социализм Конкретное, жизненное, а не абстрактное понятие Развитой социализм, преодолевая недостатки воспитания членов общества Укрепляет единство слова и дела Справедливость, искренность в политике Обеспечивает нашей партии всенародную поддержку Владимир Ильич Ленин писал Искренность в политике, то есть в той области человеческих отношений Которая имеет дело не с единицами, а с миллионами Искренность в политике Есть вполне доступные проверки Соответствия между словом и делом В Конституции Советского Союза Записаны прекрасные слова о нашем обществе В СССР построено развитое социалистическое общество На этом этапе все полнее раскрываются Созидательные силы нового строя Преимущество социалистического образа жизни Это общество, в котором созданы Могучие производительные силы Передавая наука и культура В котором постоянно растет благосостояние народа Это общество зрелых социалистических общественных отношений В котором на основе сближения всех классов и социальных слоев Сложилась новая историческая общность людей Советский народ Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова